Я специально линьхуа стал изучать состав, там довольно сложный, там 14 составляющих, туда входит жимолость, туда входит плоды форзиции, абрикос, как отхартивающее средство, это корень ревеня, туда входит радиола розовая, причём с другими компонентами, она играет роль в данном случае поднятия иммунитета и как кровь разжижающая. Вот как раз работая с меридианом печени, через печень, а если в нашей медицине печень это только один орган, в китайской медицине три органа, это сам орган, потом меридиан печени и чудесный орган, так называемый, это гормональный орган. И в данном случае через радиолу розовую идёт воздействие на этот меридиан как кровь разжижающая, то есть как антикоагулянт, а щитовник, он играет как раз уже гормональную роль, то есть две функции печени. То есть там совершенно другой подход и результат он фантастический оказался. То есть этот препарат в Китай вышел на первое место среди традиционных препаратов. А он что стал делать? Он стал вот эту вот отёчность лёгких, вот эти вот загрязнения, которые там находятся, стал их вот выводить, очищать через почки и печень и эвакуировать через толстый кишечник и мочевой пузырь. Да, через печень как раз стал уходить тромбоз, то есть это кровь разжижающий эффект, через почки, вот эта янская энергия стала отходить, стала уходить отёчность. И как раз отход через толстый кишечник уже вот эта корневая часть лёгких, она стала освобождаться. И первоначально, конечно, они, когда клинику проводили, они проводили как эксперимент отдельно, когда результаты пошли, они добавили уже официальные препараты и официальное лечение усилилось на 20-30% быстрее. То есть и температура стала понижаться, и отхаркивающий эффект, и воспаление лёгких стало проходить, стала уходить слабость, повышаться иммунитет, то есть результат он превзошёл ожидания.